Добрый вечер, Гомер. Меня зовут Наталья Волонец. Я приглашаю всех вас, дорогие друзья, присоединиться к прямому эфиру на Беларусь 4. Как обычно по пятницам мы готовимся к выходным. Ну и, конечно же, учитывая эпидемиологическую ситуацию, хоть и карантина у нас нет, у нас введен масочный режим, очень много больных, заболевших, то, конечно же, поэтому сегодня хочется рассказать о том, как провести субботу и воскресенье дома. Поэтому, дорогие друзья, вас ждут интересные варианты для семейного досуга. Ну а для тех, кто все-таки предпочитает выходные культурный отдых, также, обещаю, будут интересные свежие анонсы. Ну и сразу хочу обратить внимание на одну очень интересную выставку. Называется она «От прадеда успокон вяко мне засталась оспадшина». По таким названиям в картинной галерее Гавриила Ващенко этой осенью и зимой, можно сказать, проходит выставка военно-исторической миниатюры Бориса Купчинова. В уникальной экспозиции представлено почти две сотни миниатюрных воинов разных эпох. Выставка удивляет своим масштабом, детальностью. Поверьте, дорогие друзья, вот так и хочется рассмотреть каждую миниатюру поближе, чем, в принципе, вот я, дорогие друзья, прямо сейчас и занимаюсь. Вот у меня в руках самурай. Да, вот самурай, по крайней мере, так написано. Это экспонат с выставки Бориса Купчинова. И самое главное, что сам мастер сегодня у нас в гостях. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Вы засмотрелись, да, на свои творения, как будто бы давно не видели. Ну, зря вы так. Дорогие друзья, кстати, вот то, что сейчас вот этот самурай, удивительный самурай, выполненный в такой уникальной технике, сделанный Борисом Купчиновым, сегодня будет разыгрываться в нашем конкурсе, так что оставайтесь с нами, будьте очень внимательны. Но давайте мы с вами, Борис, расставим сразу точки над «и». Вы коллекционер солдатиков или скорее мастер вот этих военных фигур? Как вас правильно увеличать-то? Нет, я мастер военно-исторической миниатюры. Коллекционером вы себя не считаете? Нет, как-то за время работы над этими своими вещами весь интерес к коллекционированию пропал. Пропал, даже так. Я просто почему спрашиваю? Помню, вот в советское время, по крайней мере, мой брат, у него были огромные коллекции солдатиков. Это вообще был самый лучший подарок для мальчика в Советском Союзе. У вас наверняка тоже были такие игрушки? Да, у меня их было очень много. Я любил количеством. Если уже разыгрывать сражение, чтобы оно соответствовало практически действительности. Ничего. Поэтому мне дарили, у меня их было что железных, этих металлических, что пластмассовые. Пластмассовые в таком время было. По 300, по 400 штук. Ну вот откуда ноги растут на самом деле. Вот так все и начинается. Ну, у современных детей несколько, конечно же, другие интересы и другие. Все-таки игрушки, согласитесь. Но радует, дорогие друзья, что творчество, которое требует вот этого упорства и терпения, так же актуально сегодня, как и раньше. Я хочу представить еще одного гостя в студии. Это керамист, руководитель мастерской керамики «Изнанка». Вот с таким интересным названием Гомельского центра инклюзивной культуры Екатерина Попруга. Сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Катя. Добрый вечер. Ну, а вы в какие игрушки играли? Какие игрушки были в вашем детстве? Ну, в мое детство уже были немножечко другие игрушки. И поскольку я девочка, то солдатики меня интересовали, конечно же, меньше. Мне больше нравилась тактильность, и мне очень нравились мягкие игрушки. Особенно с каким-то таким наполнением, которое там прощупывалось для мелкой моторики рук. Для меня это было очень интересно. То есть, вы хотите сказать, оттуда идет ваше увлечение? Может быть, да, возможно. Возможно. Но, во всяком случае, мне всегда нравилось что-то творить, мастерить, переделывать. Я увлекалась там, переделывала какие-то украшения. Вот. Так что, возможно, да. Ну, вообще, керамика такое понятие довольно широкое. Вот что конкретно умеете делать вы, и что делаете сегодня? Расскажите. В нашей студии мы с ребятами стараемся выполнять в технике мелкая пластика. Различные изделия от маленьких брошей до каких-то таких сборных подвесных панно. Это вот типа такого подвесного панно, что я сейчас держу в руках, да? Это магнитик, который мы, вот, кстати, недавно выполнили серию таких предновогодних магнитов, символом этого года. Ну что ж, есть еще один подарок для наших зрителей, для участников конкурса, дорогие друзья. Так что будьте очень внимательны. Скоро разыграем два этих чудных творения. Что для вас? Хобби или профессия? Вот керамика и такое увлечение, это что? Ну, сначала это было хобби, которое потом впоследствии стало профессией. Так сложились обстоятельства, что в момент того, когда я стала заниматься керамикой, лепить все больше и больше, у нас появилась студия, куда требовался руководитель. Это при ГЦК, городской центр инклюзивной культуры, да? Да, это была студия, которая строилась совместно в сотрудничестве с Белорусской ассоциацией помощи детям, инвалидам и молодым инвалидам. И тогда это было ДК ВИПРА. Они отстроили студию, и им требовался руководитель для того, чтобы вести занятия с ребятами с различными особенностями. Передавать свое мастерство, скажем. Да, да, да. Для них это было как трудотерапия, это все-таки мелкая моторика, это развитие, поэтому для них это очень-очень полезно. Да, я согласилась туда пойти, и в первое время я была у них волонтером, ну и впоследствии потом уже осталась с ними, вот до сих пор мы работаем, сотрудничаем, творим вместе. Ну что ж, мы поговорим об этом вашем увлечении чуть позже, об этой вашей работе, можно так сказать. И может быть даже вы покажете нам что-нибудь, научите нас с Борисом, да? А то, понимаешь, солдатики, одно дело солдатиков делать, а другое дело керамикой. Вы никогда не пробовали ничего? Работал с керамикой. То есть вы умеете, у вас есть опыт, но покажете, покажете нам сегодня, что вы умеете делать, да? Но с другой стороны, хотелось бы начать, наверное, разговор с другого. Вот расскажите, какие у вас планы на выходные дни, потому что пятница, вечер накануне выходных, одно из самых волшебных, да, вот этих периодов недели. Катерина, чем будете заниматься? Ну, я думаю, что сейчас стоит все-таки раскрывать свои творческие способности по максимуму, тем более предновогоднее настроение. Можно создавать различный декор, что-то творить, мастерить, клеить какие-то там подвесные. Рождественский венок, опять-таки, можно делать всей семьей, пособирать все, что есть. Различные там шишечки, засушенные всякие вот деталечки. Я уверена, что у многих они есть, так что вполне можно вот сделать такую совместную работу. Представляю, какие веселые, интересные выходные в вашей семье обычно. Дорогие друзья, как провести зимние выходные дни с пользой, вот такие интересные варианты для семейного, для домашнего досуга предлагает гости программа «Добрый вечер, Гомель». Напоминаю, у нас в гостях Борис Копчинов и Екатерина Попруга. Так что присоединяйтесь к нашему разговору, как вы планируете провести эти выходные, какие у вас планы, какой у вас семейный досуг. Есть телефон в студии, ну а сообщение принимается в Вайбере. Итак, как я и обещала, интересные анонсы на ближайшие выходные дни. В Чечерске в субботу на улице Новая пройдет мини-концерт с участием артистов местного Дворца культуры. Начало в 14.30 организаторы напоминают про масочный режим. Также в Чечерске в эти дни можно посетить местный музей хлеба в деревне Ботвиново. Здесь вас не только угостят настоящим деревенским хлебом, но и предложат самим попробовать его испечь. Вы знаете, что у нас есть такой музей, Борис? Не бывали в Чечерском музее хлеба? Надо выдвигаться за границы родного города и исследовать малые территории. Я бы еще объездил всю, вдоль и поперек. Вот видите, но в Чечерске так и не были, да? Ну, в Чечерске был, в хлебе не был. В хлебе не был, ну вот есть еще чем заняться. Итак, еще одна информация. В Речице завтра, дорогие друзья, можно сходить на молодежно-развлекательную программу «Мы против СПИДа» называется так. Эта вечеринка начнется в городском Дворце культуры в 22.00. Вход только в масках, предупреждают организаторы. Кстати, еще одна интересная новость из малых городов нашей области. В Будокошлевском районе началась акция новогодних ретрофотографий. Чтобы стать участником проекта, надо прислать свое новогоднее фото с какого-нибудь детского утренника. Ну, или, допустим, любая фотография, которая имеет такую новогоднюю тематику. В общем, дорогие друзья, если у вас сохранились фотографии 50-х, 90-х годов прошлого века, может быть, там в карнавальных новогодних костюмах, ну, в любом случае, вот с такой вот новогодней тематикой присылайте их в Будокошлевский историко-краеведческий музей. Организаторы обещают, что фотографии обязательно все войдут в одну из ближайших праздничных выставок. Этот выставочный проект будет проходить в Будокошлевском музее. Ну, кстати, фотографии обещают после вернуть. Ну, а все подробности можно узнать в историко-культурном центре Будокошлевского района. Вам не захотелось сейчас полистать вот альбом? Ну, это скорее даже Борис касается, наверное, да? Да, из 50-х. Да. Спасибо. Ну, по крайней мере, да, у Катерины вряд ли есть фотографии черно-белые в костюме новогоднем. Моих точно нет, но зато можно залезть в альбом к бабушке и полистать, и хорошенечко изучить. Ну, вы помните себя на новогодних утренниках маленького мальчика? Что за костюм? А у меня бабушка была такая рукодельница, что она мне очень интерактивные костюмы шли. Я ей был и пиратом, и кем я только не был, и ковбоем. Она их делала. Она, в общем-то, благодаря вот ей... Наверное, вот такое увлечения. Много чего от нее, потому что я когда смотрел фильм какой-нибудь там про рыцарей, она мне тут же, я говорю, баба Галя, мне нужен срочно замок. Она тут же из коробок из-под Геркулеса за пять минут мне клеила замки. Вот ведь не берется ничего с воздуха, правда? Абсолютно. Обязательно кто-то должен вот как-то подтолкнуть человека. Я была уверена, что вы в детстве были зайчиком, как обычно были у нас мальчишки. Нет, зайчик это нет, не моя тема. Все очень креативно, и отсюда такое увлечение. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Давайте прямо сейчас узнаем, что приготовила для гомельчан группа «Музыкальный сувенир». У нас на связи участник этого проекта известный музыкант Игорь Шошин. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. О, Игорь, очень рады видеть тебя и слышать в прямом эфире. Ты знаешь, вот тебя же чаще мы ассоциируем с гитарой, да? С ренессансом гитары. И вдруг вот группа «Музыкальный сувенир». Расскажи нам про этот проект, пожалуйста. Это проект Гомельской областной филармонии, где я работаю уже много лет. И так вот собрались, и получилась вот такая группа. Музыкальный сувенир. В нашей программе очень разнообразная музыка, как вокальная, так и инструментальная. Там есть и авторские. Есть даже классические произведения. Есть народные произведения в современной обработке, авторская музыка, музыка советской эпохи, инструментальная музыка, музыка в современных ритмах. То есть все-все, все-все объединили и назвали это сувениром? Ну да, вы знаете, что такое сувенир? Ну. Ну, вот вы не знаете. А что такое сувенир, по мнению Игоря Шишина? Да, это вот сувенир, да. А на самом деле сувенир – это предмет, который напоминает о каком-то событии. Вот у нас как раз музыкальный сувенир. Слушай, ну здорово, уже заинтриговал нас. Скажи, пожалуйста, где и когда состоится, я так понимаю, это будет первый концерт вновь созданной группы, да, музыкальный сувенир? Да. Значит, концерт будет в художественной галерее Ващенко, состоится 10 декабря, вот совсем скоро, начало 18.30. Так что всех приглашаю, пожалуйста, приходите. Спасибо большое. Ты знаешь, Игорь, вот мы сегодня в студии обсуждаем, чем же заняться можно в выходные дни, когда на улице, ну так, прохладно, скажем так, но все-таки впереди уже новогодние праздники, ну и ситуация вот такая вот эпидемиологическая, сам понимать, что-то дома вынуждено находиться, налечиться. Какие у тебя варианты, что ты можешь интересного предложить нашим зрителям? Я знаю, ты человек очень креативный, увлеченный. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что не нарушайте своих принципов жизни и того ритма, которым вы живете все время. Тогда у вас будет самое лучшее настроение, и вы будете, то есть, наверное, даже и силы, чтобы бороться с этим состоянием, которое... Вот, но, допустим, как я это все делаю, то есть у меня намечены, например, репетиции с моим гитарным оркестром, на этом и субботу, то есть вот придут мои учебники, мы вместе будем играть новогоднюю музыку, подготовиться к новому конкурсу шляги на гитаре, вот. Поэтому, наверное, у каждого есть свои какие-то радости жизни. Вот возьмите и сделайте на перекор, так сказать, всем трудностям. Ну, конечно, можно учитывать какие-то общие собрания, там, меньше посещать, как это, собственно. И не просто, может быть, достаточно какой-то самой маски, вот. Вот. Но, в основном случае, не сменяйте своим привычкам, ходите и радуйтесь. Спасибо. Спасибо. Короче, хороший совет. Не выходите из зоны комфорта, да, своей, не бросайте своих увлечений. Ну, и я так понимаю, что еще один из таких советов, тихо сказанный Игорем Шошным, это учитесь играть на гитаре. В конце концов, прекрасная возможность, да? И я знаю, у Игоря много онлайн-уроков, это все можно найти. Спасибо, Игорь, большое, что был с нами. Хороших тебе выходных. Я приглашаю, да, приглашаю. Кого интересует, приходите в магазин «Виртуоз» Иринская, 19А. Там вы найдете возможность обучиться игре на гитаре и потом в перспективе играть в нашем ансамблике. Вот, музыкальный сувенир. Спасибо большое, Игорь. Хороших выходных. Ну что ж, дорогие друзья, вот так предпочитают отдыхать наши музыканты. В принципе, очень интересные идеи, можно попробовать. Ну, а я думаю, что сейчас самое время, в пятницу вечером, послушать музыку. Не зря же Игорь Шошин только что был у нас на связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как провести выходные дни с пользой, дорогие друзья. Интересные варианты для вашего семейного досуга предлагают гости программы «Добрый вечер, Гомель». Сегодня у нас в гостях Борис Купчинов, сегодня у нас в гостях Екатерина Попруга. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и приглашаю вас присоединиться к нашему разговору по телефону в студии 34 22 43. Или вы можете оставить свое сообщение в Вайбере. И большое спасибо зрителям, которые уже присоединились и рассказывают, какие у них планы. Настроение я смотрю по сообщениям так себе, так что будем его сейчас немножечко улучшать. Ирина пишет, что по выходным гуляют в парке и считает, что зимой воздух чище, чем летом. И вот такой совет дает нашим зрителям. Да, вот вперед, что называется, с семьей в парк. Ну, Галина болеет, будем лечиться. Галина, ну, скорейшего выздоровления вам, вашей семье. Руслан из Речицы передает своему родному городу привет, желает всем хороших выходных. А Андрею холодно. Выезжать куда-то особо лень, пишет. Так что займется ремонтом. Я хочу обратить внимание, что ремонт это своего рода, Борис, тоже творчество, да? Ну, у вас, я смотрю, такие жуткие воспоминания какие-то. Я вот только что сделал. Долго продолжалось все. Долго. Переломанные руки и ноги. А вы что-то кардинально ломали и меняли? Нет, летал. Но в любом случае ремонт сделали, да? Можно сказать. С высоты 3,10 два полета было. Андрей, будьте аккуратны. Будьте аккуратны, берегите себя. Может быть, действительно в парк сходить погулять? Да, да, да. Однозначно. Пока, да. Борис, давайте поговорим о вас. Как вы предпочитаете отдыхать в свободное время? Ну, я могу только сказать словами Василия Ивановича из фильма, что у всех трудящихся два выходных, а у нас царей. Их вообще нету. У меня, в общем-то, выходных нету, я все время делаю то, что и делал. То есть, свободное время появляется, и вы сразу делаете фигурки, делаете миниатюры военные? У меня нет свободного, у меня же это работа моя. То есть, это не свободное время, это не хобби. То есть, больше сделали, грубо говоря, да? Больше заработали? Да, больше сделал, больше. Потому что все-таки надо по всей Белоруссии рассылать это все удовольствие. А где сегодня можно найти вот ваши фигуры, ваши скульптуры? В нашем отверхе, в Дворцово-Парковом, в галерее Ивашенко. В частных коллекциях. В самом историческом музее, это в продаже, где я говорю, просто вот, я уже тоже не хочу рекламы. Мир не свеж, естественно. Ну, еще там вот по галереям есть тоже в Минске. Ну, сейчас это все с пандемией, ты, конечно, пришло в упадок, в общем-то. Вот не интересно. И туристов, никого нет. Но вернуться туристы, не переживайте, вы делаете. Вы главное, да, насыщаете рынок, что называется. Делаю день и ночь, три смены. Ну, вот нам с Катериной очень любопытно узнать, кто вы по образованию и вообще, где и кем работает мастер таких вот военных миниатюр. По образованию я закончил БИИШ, причем факультет электротехнических, связь. Но, в общем-то, там же, в БИИШ, когда учился, там была отличная студия с очень известными художниками, я ее посещал. Студенческие годы, да? Студенческие годы, да. Да, кстати, очень помогло мне это занятие в армии потом, когда я служил. Поясните. Ну, в общем-то, я, скажем так, научился в те времена, аж не было ни 3D, ни принтеров, ничего. Я посещал УПК. Давайте для тех молодых зрителей, кто не знает, что такое УПК. По-моему, они сейчас есть, может, еще или нет. Как оно расшифровывается? Учебно-производственный комбинат. Там я получил образование художника-оформителя такое, то есть научили писать пером плакатным, рисовать плакаты кое-какие. Так вы писарем были? Писарем недолго был. Слушайте, думаю, у вас биография. И все пригодилось, я смотрю. Да, биография, ого-го. Как говорится, надо садиться за написание книги. Так что, в общем-то, вот в этой студии я обучился, так скажем, ну, азам живописи, в частности. А солдатиков я лепил, в общем-то, с детства как-то вот поощряли тоже родители, бабушки, дедушки поддерживали. И бабушка бегала с моими солдатиками, с пластилинами и кричала, посмотрите, посмотрите, будете гордиться, что жили с ним в одну эпоху. Слушайте, ну вы вот, вот она как вот смотрела в воду, что называется, действительно. Мне только поддерживала. И, в общем-то, скажем так, это было просто солдатики. В общем-то, конечно, хотелось играть. Промышленность-то выпускала таких, которые мне не нравились солдатики. Ну, в Советском Союзе, да, я даже помню, они были все одинаковые. Вот таких вот миниатюр, как у вас, практически не было, чтобы сражения... А после, естественно, когда посмотрел фильм или прочел книгу, хотелось и в мушкетеров, и в индейцев, там, и в кого угодно. И где взять, надо было, значит, начинать делать самому. Потом, когда-то увидел, начали, вот появились из ГДР индейцы эти же, вот еще в моем детстве, это уже был шок, что и такие бывают солдатики. Просто материалов, конечно, не было, вот как сейчас есть там, скажем так. А вот из чего вы делаете сегодня этих фигурок? Эти фигурки отлиты. Это металлополимерное литье, это, то есть, я сначала делаю... То есть, такие нанотехнологии? Нет, это обыкновенная технология. Я делаю сначала так называемую мастер-модель из полимерной глины, леплю вот... Я вот хочу внимания, чтобы обратили зрители, это все делаете вы. Вот на этой выставке в галерее Иваченко сейчас представлены, я так понимаю, не все, да, частично ваши работы... Многие в музеях находятся тоже в Белоруссии, уже под заказ исполненные... Истории его. Да. Да, вот даже Катя рот раскрыла, обратила внимание, да, как керамис и скульптору, это очень интересно. То есть, вот я говорю, что делается солдатик, потом с него снимается силиконовая форма, и можно отливать уже тогда. Ну, так сложновато для человека, который никогда с этим не работал, да. Ну, в принципе, да. Тут еще и такие у вас эти раскраски, все такое приближенное к эпохе. Предлагаю разыграть обещанный вот этот приз, который мы пообещали нашим зрителям. Нет, в нашей викторине, скажем так. Дело в том, что, дорогие друзья, вот первое, что приходит на ум, когда мы говорим про солдатиков, это сказка Андерсена, да, в стойке оловянный солдатик. Вопрос очень простой. Вспоминаем, из какого предмета сделали стойкого оловянного солдатика в сказке Андерсена? Вот кто правильно по телефону 34 22 43 назовет этот предмет, вспоминаем сказку, вспоминаем сюжет, тот станет обладателем вот на самом деле вот этого уникального, вот этой уникальной фигурки самурая, созданного руками мастера, нашего белорусского мастера Бориса Купчинова. Так что 34 22 43, звоните, дорогие друзья. И сколько ног, спросите, было? И сколько что? Ног было у солдатиков. Ну, мне казалось, это вообще простой вопрос. Ну, вот такой дополнительный, скажем так, дополнительный вопрос еще есть и от гостя. Ну, мы уже с вами поговорили, да, вот почему стали делать солдатиков, когда стали делать. Мне просто интересно, вот сколько времени уходит вот на создание вот одной такой фигурки? На мастер-модель уходит много времени, особенно если вот я делал... А что значит мастер-модель? Я же говорю, это надо сделать сначала этого солдатика вручную. А-а-а. Вылепить именно скульптурку. А потом уже вы делаете форму. А потом с нее снимается силиконовая форма. Ну, и сколько вы делаете такую одну оригинальную фигуру? Ну, в зависимости от сложности. Если, скажем, там, если вот, например, историческая фигура, вот как у меня есть, если там наш, Паскеевич, вот есть на выставке, есть Наполеон, Кутузов, то тут требуется еще дополнительное время. И главное, молодость, здоровье и нормальные глаза, которых, к сожалению, уже нет сейчас. Хорошо. А сколько времени у вас уходит вот на одного солдатики на целую вот такую миниатюру, которую мы только что видели, которую сейчас... Если диорама, то, во-первых, она делается не за один день и в течение там недели. Я не сижу ее только делаю, потому что с ума сойти можно. То есть повторяться вам не нравится? Да, это делает, потому что надо одних солдатиков этих отлить, там же на них по 300, по 400 солдатиков есть, вот маленьких, например. То есть я ее делаю в течение года, по чуть-чуть, чтобы не надоело сильно. То есть это делается долго. Солдатика можно, ну, мастер-модель можно неделю делать, если такая историческая личность. Потому что он с первого раза не получается. То есть переделывание, переделывание... Вы, Екатерина, никогда не пробовали из глины, теста или чего-нибудь сделать что-то подобное? Ну нет. Не получится из глины. Мне больше нравилось что-то такое более... Попроще. Более творческое, мне нравилось больше отражать свое настроение, искать какие-то более современные формы. То есть вы заметили, да, что у Бориса присуще уже вот это вот, знаете, ах, надоело, ах, надо много. То есть художнику надо все-таки вдохновение, да, наверное, вот обязательно. В печку выкинуть все-таки. И все. Сколько вы вообще создали фигур, миниатюр вот за это время? Вы считали? Я думаю, как фабрика я уже их выдал. То есть вы даже перестали их считать? Я их перестал считать очень давно. Дело в том, что я в свое время поездил очень много по всяким вот рыцарским фестивалям, по вот реконструкциям и 1812 года, и вот по отечественной войне. В общем, посмотрел там, оттуда с людьми интересными познакомился, и там сам это продавал все, естественно. То есть и это уже надоело. Я, в общем-то, объездил и за Россию, и Украину, и за Россию. Слушай, так может вам пора перейти на супергероев? Супергероев делают китайцы. Тут конкуренции ничего не получится. Тут вы боитесь, конечно, что не составите конкуренцию, да? Ну как китайцам составить конкуренцию? Мне вот знаете, что интересно, у вас представлено действительно в ваших миниатюрах, вот вы, Катя, обратили внимание, да, самые разные исторические периоды. Вот самые разные. Вы консультируете, кто вам помогает? Там историки, скульпторы, художники? Или вы вообще вот так вот один мастер на все? Нет, я консультировался, разговаривал с очень большим количеством. Но вообще, в принципе, я беру эту тему. Меня интересуют такие, скажем, как бы забытые моменты нашей истории. Вот я выискиваю. Особенно они то, что связано с Гомельщиной. Даже там, в галерее Ващенко, там были, тут происходили грандиозные исторические события, но они как-то незаслуженно забыты сейчас. Вот как-то так вот иногда, да, хочется, скажем так, показать людям, что здесь происходило. Самая древняя ваша, скажем, история вот в этих вылитых формах военных, это какой период? Это, короче, сражение на реке Песачанки между древними Радимичами и Владимиром Ясным, солнышком его армии, викингов. Когда Радимичи утеряли свой, так сказать, независимость и стали данниками киевской. Вот она, это 10 век, там, 900-800. А вот существует вообще мода на подобные периоды, скажем, вот такой военной реконструкции? Какой период в тренде сейчас? Сейчас в тренде Вторая мировая война. О, это... А был тренд сначала, вот, рыцари. Наполеоны, я помню, наполеонский период был, да, 1812 год, я помню. Тема наполеоники была очень сильная, потому что в Бородино, вот, в этом 200-летии, в принципе, я вот был на Бородино много раз на этом фестивале, там, во-первых, съезжаются участники из Хабаровска, там, скажем, из Владивостока приезжают даже туда. Там реконструкторов до 5-6 тысяч участвовало с конями, то есть, вот, если кавалеристы, то, то есть, это впечатляет. И зрителей до 300 тысяч собиралось в этом месте, то есть, такой неподдельный интерес. Ну, дорогие друзья, на самом деле, это действительно еще интереснейшее занятие. Одно дело делать самим солдатикам, хоть из пластилина, да, хоть из глины, а другое дело их коллекционировать. Кстати, вот у кого-то из вас сейчас есть возможность, ну, скажем так, начать или расширить уже свою коллекцию. Для этого вы можете принять участие в нашем конкурсе и выиграть вот эту уникальную фигуру самурая, созданную руками, действительно, нашего уникального белорусского мастера. Для этого достаточно позвонить в студию 34-22-43 и ответить на простой вопрос нашего конкурса. Из какого предмета был создан стойкий лавянный солдатик из сказки Андерсона? 34-22-43. Ну, а мы давайте пока узнаем, что еще коллекционируют сегодня гомельчане. Я надеюсь, у нас на связи есть уже Виталий Николаев, это руководитель гомельского клуба коллекционеров и нумизматов Юнона. А, мне подсказывают, что пока у нас есть ответ на вопрос конкурса, а потом поговорим с Юноной про наших коллекционеров. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы познакомимся с вами. Как вас зовут? Сергей. Сергей, скажите, вы коллекционируете что-нибудь? Нет, в детстве пытался марки коллекционировать, но что-то не задалось. Ну, вот видите, у вас есть прекрасная возможность начать коллекционировать солдатиков. Довольно, мне кажется, интересное будет занятие. Ну, а пока давайте выиграем первый экземпляр для вашей коллекции. Помните сказку «Стойки оловянных солдатик» Андерсона? Припоминаю. Ну, вот смотрите, там были оловянные солдатики. Один из них был, ну, не такой, как все. Но давайте вспомним, из какого предмета по сюжету сделали оловянного солдатика? Ну, я так вспоминаю, что это была старая оловянная ложка. Ну, правильный ответ. Был еще дополнительный вопрос. Ну, в любом случае, вы уже победили. Вот был дополнительный вопрос от Бориса. Повторите вы еще раз, Борис. Сколько ног было у солдатика? Да, ну, вариантов не так много. Да, вот у оловянного солдатика сколько было ног? Ну, если такой вопрос, то, я так думаю, одна. Ну, вот надо перечитать еще раз Андерсона. Полтора. Да, ну, это было полтора, но все равно наш победитель. Спасибо вам большое. Вот этот подарок от нашего мастера достается вам. Я очень надеюсь, это будет не просто пылиться на полке в шкафу, но действительно как-то, знаете, разнообразит вашу жизнь и привлечет какие-то новые интересы в нее. Так что спасибо вам большое за телефонный звонок. Дорогие друзья, напоминаю, что это прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». Вы можете к нему присоединиться, можете рассказать о своих планах на выходные дни, можете задать вопросы участникам сегодняшнего эфира. 34 22 43, звоните в студию или можете оставить свое сообщение в Вайбере. Ну, Катерина, вот вы заметили, как устал Борис лепить солдатиков. Давайте вот для Бориса и для наших зрителей устроим какой-нибудь такой элементарный мастер-класс, что, в принципе, можно слепить дома прямо сейчас или на выходные своими руками. Вот что это может быть? Покажите, расскажите нам. Да, я абсолютно согласна, что стоит внести разнообразие. И все-таки очень важно для художника переключаться и не зацикливаться на каком-то одном изделии. Поэтому сегодня я предлагаю сделать такой мини-мастер-класс с самым простым материалом, с которым можно поработать дома. Это соленое тесто. Нам для этого требуется мука, соль и вода. Но вы принесли уже тесто готовое. Есть у меня готовые замешанные такие вот заготовочки, такая масса, из которой можно... То есть мы будем лепить все вместе? Да, пожалуйста. Присоединяйтесь. Борис, вы говорили, что вы как-то уже что-то делали, к керамике имеете какое-то отношение, да? Я сейчас делаю реплики советских статуэток. Все, вот смотрите, вы уже начали лепить солдатика, нет? Нет, пока вам делаю. А, то есть вы делаете нам новогоднюю игрушку, очень быстро у вас так здорово получается. Катя, вот какие основные моменты? Вот сейчас наши зрители посмотрят и захотят заняться таким же творчеством на выходные дни, может быть, всей семьей. Что можно из этого сделать, вот из такого обычного соленого теста? Можно даже сделать набор елочных игрушек. Можно презентовать, подарить на Новый год кому-то из близких, бабушкам, мамам. Да, можно сделать там несколько штучек. Причем, что самое интересное, можно с этим материалом работать и с обычными формочками, вот для печенья. Они уже есть всякие разные тематические, там со всякими новогодними елочками, колокольчиками. После этого дела мы все отправляем в духовочку, обжигаем это при температуре около 180 градусов, как печенье, а потом можно заняться творчеством, уже подключить детей и разукрасить. Можно разукрасить, сделать всякие вот такие вот, да, вот такие интересные найти идеи. Можно даже попробовать сделать и новогодний такой бычок. Слушайте, вот очень интересный бычок, есть такую целую коллекцию сделать. Мне кажется, лучше подарка новогоднего, дорогие друзья, действительно будет сложно найти. Но самое главное, наверное, даже не это, а то, что можно всей семьей заниматься вот такой вот лепкой. Я смотрю, вы принесли у нас тут еще и какие-то досточки. Ну, пока Катерина показывает, а Борис повторяет, дорогие друзья, у нас на связи наконец-то есть Виталий Николаев. Это руководитель Гомельского клуба коллекционеров и нумизмата в ЮНОНО. Давайте узнаем, что сегодня коллекционируют гомельчане. Виталий, добрый вечер. Борис не работает. Добрый вечер. Рады слышать вас в прямом эфире. Ну, расскажите нам, много ли сегодня в Гомеле коллекционеров и что коллекционируют в век компьютерных технологий все-таки? Ну, на сегодняшний день у нас коллекционеров, если точно, то 354. Но это коллекционеры те, которые принимают в клубе жизнь, как говорится, гомельчан. То есть те, которые зарегистрированы. Да. Ну, а в целом-то коллекционеры мы все. То есть я считаю, что коллекционеры, любой человек, он уже коллекционер. Потому что он сохраняет от предков, от бабушки, от прабабушки, от прадедушки какие-то вещи, какие-то фотографии. Это уже считается коллекционером. В принципе, да, наверное, вы правы. А скажите, пожалуйста, что чаще всего сегодня коллекционируют? Вот в детстве это были солдатики, вот вспоминаем, да, вот советский период. А сегодня что? Монеты, марки? А сегодня, вы знаете, что, в век технологии, да, собирают вообще все. Казалось бы, даже собирают, вот в последнее время даже гвоздики собирают кованые. То есть для меня это, конечно, ну, нонсенс, но собирают даже гвоздики. Даже знаю, у меня человек собирает кирпичи, чтобы с клеммами были царки. Чтобы, короче, что-то такое не совсем обычное, да, с одной стороны, какой-то, скажем так, некондиционный кирпич, он становится уже началом какой-то новой коллекции. Я так понимаю, что сегодня чем необычнее, да, тем интереснее. Ну, вы правильно сказали, любой может быть коллекционером. Я подумаю, подумаю до вечера, что же мне необычного можно начать коллекционировать. Расскажите, где можно увидеть коллекции наших гомельских коллекционеров? Ну, вот сегодня, значит, до конца, наверное, этого года, да, будет и проходит нашего коллекционера Путилина Сергея Леонидовича, да. Это Красный берег, Жлогинский район Гомельской области, имение Готовских, Поклевских. Так. Там он выставляет свою антикварную мебель и предметы интерьера. И где-то, наверное, с числа 15-го частично будет выставлять в Ворцово-Парковом музее Румянцевых и Паскевичей тоже какие-то предметы интерьера и мебель. Интересно, спасибо большое. Но мы привыкли, что по воскресеньям обычно на Ирининской 16 возле городского центра культуры собираются коллекционеры, нумизматы. Как сейчас вот из этой эпидемиологической ситуации? Не отменились ли такие встречи? Продолжаются ли? Ну, продолжаются, да. Мы как бы в масках все, придерживаемся именно норм. Там 2-3 метра друг от друга столики стоят, потому что, ну, как-то закрыть тоже как-то очень тяжело. Потом всех людей собрать в кучу очень сложно. А так люди пришли, быстренько пробежали, кому что надо, посмотрели и убежали. Быстренько. Там, где коллекционеры быстренько, что-то как-то я сложно представляю. Но в любом случае, дайте нам хороший совет, пожалуйста, Виталий. С чего начать коллекционировать? Ну, вообще, нужно обязательно, в первую очередь, каждому коллекционеру, начинающему, да, подход индивидуальный. Конкретно сказать всем в общем невозможно. Нужно, чтобы каждый человек сначала посмотрел, допустим, по ссылкам в интернете, вот, у специалистов, чтобы кто-то что-то рассказал. Потому что, по сути, новички самые попадаются. Они покупают, допустим, какую-то вещь, вроде бы, как дешево, а у нее там, допустим, есть какая-то реставрация или вмешательство какое-то. И вроде бы он и не видел, он и поставил, и радуется. А потом пришел какой-то специалист, он порадовался, показал ему, а там, оказывается, реставрация прошла. И спрашивает, а сколько вот она стоит? А человек говорит, да она уже не стоит, потому что у нее уже было вмешательство и все. И человек расстроился, думает, вот, купил, и сразу же вот такой вот косяк. Поэтому, в первую очередь, нужно обратиться к специалистам. То есть, общение, в любом случае, вот этот вот общий интерес. Обязательно, обязательно. Ну, хорошо, что у нас есть такой клуб ЮНОНА. Спасибо вам большое, Виталий, хороших вам выходных. Дорогие друзья, ну, а пока вы планируете что-то коллекционировать, я думаю, начать, наверное, коллекционировать вот такие собственные поделки. Вот сейчас у нас проходит прям мастер-класс. И, не побоюсь этого слова, попрошу великого мастера Бориса Купчинова показать изделие, которое он сделал из соленого теста. Что получилось-то? Покажите. А я покажу вам елочку, которую я пыталась тут смастерить как-то. Ваше изделие, пожалуйста. Ну, что это? Вы, наверное... Ритуальный знак. Брутальный, я бы сказала, знак. Дорогие друзья, вот такой бычок уже вырисовывается, вот такая елочка. В общем, все такое, новогодняя тематика начинается у нас на Добром Вечере. Но, в любом случае, вот пока мы заканчиваем лепить, еще надо узнать, что творит Екатерина. Давайте посмотрим небольшой мастер-класс, кстати говоря, созданный Екатериной, о том, как, вот из чего лепить и как это все сделать дома. Давайте посмотрим. Отличные массы в домашних условиях. Для этого нам понадобится картофельный крахмал, водичка и... О, мой главный! И нам понадобится бальзам для волос. Желательно брать его беленького цвета для того, чтобы иметь возможность потом добавить в него цвет. Крахмал нам понадобится 3 столовых ложки. 2 столовых ложки бальзама и совсем немножечко воды. Это тоже своего рода альтернатива кематическому песку. Наша масса получается достаточно пластичная, очень податливая. И за счет бальзама для волос она получается очень нежная. Эту консистенцию мы все перемешиваем. И когда она у нас готова, мы можем ее доставать. Этот способ станет отличной альтернативной к кематическому песку. Этот состав, он не сыпется, он очень нежный, очень приятный для рук и отлично видится. Можно поиграть в песочнице, создавая различные фигурки из такой массы. А также ее можно покрасить либо гуашью, либо использовать пищевые красители. И вот что получилось у меня, когда мы добавили гуашь зеленого цвета. Итак, вы можете создавать свои цвета, их комбинации для различных тематических игр с нашими маленькими зрителями. Творите, экспериментируйте, подписывайтесь на нас и до новых встреч! Дорогие друзья, как видите, вариантов для семейного досуга множество. Но я, конечно же, не могу успокоиться, потому что Екатерина здесь показывает еще один мастер-класс в студии. Катя, что вы сделали из соленого теста? Покажите нам, потому что вариантов у нас еще одна елочка. Вот, пожалуйста, еще вариант елочки. Вариант такой более классической новогодней елочной игрушки. Это такой вот кругленький шарик со снежиночкой в серединке. Причем даже для росписи этих изделий мы можем использовать лаки для ногтей, которые очень у многих завалялись дома, поскольку сейчас уже немножечко другие технологии. Окраска любая тоже может быть акварелью? Можно использовать акварель, можно использовать гуашь, посмотреть, что завалялось у детей за ненадобностью. И творить, и экспериментировать, пробовать. Спасибо большое. Борис, вас впечатлила лепка из соленого теста? Да. Я, в принципе, тоже пробовал когда-то из нее лепить. Ну, мы заметили, да. То есть я знаком с этой техникой. Ну, в любом случае, я смотрю, что руки зачесались, творчество-то никуда не спрячешь. Да, у вас все очень быстро получается. Дорогие друзья, у нас тоже получается все очень быстро и красиво. Если вы хотите, чтобы на вашей новогодней елке оказался вот этот удивительный такой предновогодний бычок, созданный руками мастера Екатерины, 34 22 43, звоните в студию и участвуйте в нашем конкурсе. Итак, вопрос конкурса. Опять же, связан будет с известной сказкой про оловянного солдатика. Вспоминаем сюжет дальше. Сколько всего оловянных солдатиках подарили герою этой сказки в коробке? Можно назвать любую цифру, даже если вы не знаете, но вдруг вы угадаете и станете обладателем вот такого новогоднего сувенира. Звоните 34 22 43. А пока хотелось бы, Катерина, чтобы вы рассказали про свою студию, про студию Изнанка, вот что происходит на ваших занятиях, я так понимаю, приблизительно вот то же, что сегодня в студии. А какие вот навыки, умения вы все-таки даете своим детям, ученикам? Главное, что? Конечно, это развитие мелкой моторики рук. И это социальная адаптация, это умение общаться друг с другом, это помогать друг другу. И очень многие ребята, которые как бы очень-очень имеют ограниченный круг общения, они начинают уже вливаться в коллектив, помогать друг другу, подсказывать, делиться какими-то инструментами. Если у одного не получается, кто-то подойдет, поможет. То есть вот они начинают так вот с друг другом общаться, и в принципе у них очень такие завязываются достаточно дружеские отношения, что меня очень радует. У вас занимаются только особенные детки? Да. И как попасть вообще на ваши занятия? И вот что происходит сейчас? Проходят ли занятия, перешли ли они в онлайн, учитывая всю эту ситуацию вокруг? В онлайн мы не переходим, потому что таким ребятам достаточно сложно усидеть дома перед компьютером. И тем более мы работаем с красной глиной. Это достаточно такой материал, с которым дома не поработать. Вот поэтому я стараюсь сохранить все наши занятия в оффлайн формате, но свою группу я стараюсь делить по несколько человек, чтобы мы могли растеться, соблюдать дистанцию, то есть все положенные нормы и продолжать общаться. Для них это очень важно все-таки выходить из дома и продолжать ходить, общаться и взаимодействовать. Как любой преподаватель, да, человек должен гордиться своими учениками и их творениями. Я так понимаю, это то, что делают ваши дети, ваши ученики. Покажите, поднимите, покажите, чтобы было понятно и ясно. Похвастайтесь, погордитесь ими, порассказывайте. Ну, вот такие вот бычки – это символ этого года. Мы начали делать только совсем недавно. Кстати, все вот эти изделия, они делаются вручную. Мы используем только небольшие картонные шаблоны, которые я заготавливаю для занятий. Вот, и вот данный бычок делается из двух деталей всего-то. Но каждый вручную, то есть мы не используем какие-то отливные формы. Иногда используем, правда, формы, например, кулинарные для печенья. И у нас вот получается вот такие вот. Казалось бы, все очень просто, но мне кажется, надо прийти как-нибудь на занятия к Екатерине, да, и, в принципе, каждый имеет возможность этому научиться. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, керамическое изделие от студии «Изнанка» разыгрываем прямо сейчас. Сколько всего оловянных солдатиков подарили мальчику в сказке Андерсона. Звоните в студию и становитесь победителем конкурса. Ну и, конечно же, получайте вот в подарок такое новогоднее украшение. Борис, вы передаете свое мастерство тоже подрастающему поколению. Я знаю, что в картинной галерее Гаврила Ващенко есть такая вот студия лепки, да, называется она «Веселая пластика». Да. Вот каких героев лепят современные дети, расскажите, солдатик лепят? Компьютерных. А, то есть все-таки супергероев, компьютерных героев, это нормально. Да, причем не заставить. Один мальчик сказал, будете заставлять, уйду. И? Если будете заставлять меня делать своих бычков, уйду. И он делает то, что я уже не понимаю. Я даже, в принципе, скажем так, я никогда не заставлял их, то есть они всегда делали. Но раньше она, судя это, существует уже 5 лет. И вот за эти 5 лет, я смотрю, мы все уходим более и более в виртуальный мир с ними. Нет, ну там… Вас-то огорчает вот… Да нет, в принципе, я вам скажу так. Ведь главное, что вы на таких занятиях? Наверное, самовыражение какое-то через вот определенное… Самовыражение обязательно. Угу. Так. Да, да, говорите. Значит, дело в том, что я не заставляю этих детей, там, скажем, чему-то там, а, скажем, поправляю и направляю, иду за ними. То есть вот как они, то, что они хотят делать, я просто, скажем, там, помогаю и считаю, что начинать даже с азов, вот как многие там, колобок, шарики, это, в принципе, все и так приходит у детей. Они же так понимают такие вещи, что как-нибудь скатают и шарик себе, а так они, скажем, все-таки заставлять делать то, что ребенок не хочет, это все-таки, скажем так, тяжело. А так он делает то, что именно ему нравится. И в связи с этим он все равно приобретает те же навыки. Они ходят на ваши выставки? Кто? Дети? Да, ваши ученики. Ну, конечно, ходят, они же сразу, это же в одном и том же здании. Да, и вот что, они, ну, говорят вам, оценивают как-то вот вашу работу? Да, как сказал один мальчик, я буду горд, что, как-то он сказал, я очень горд, это шестилетний, что мы работаем вместе с вами, великий мастер Борис Борисович. Там упали все, как раз забирали родители. Потому что это современные дети. Горд, что я, говорит, работаю вместе с вами. Ну, дорогие друзья, я хочу напомнить, что в эти дни в картинной галерее Гаврила Ващенко проходит выставка военно-исторической миниатюры Бориса Купчинова, действительно мастера. И в этой уникальной экспозиции представлено почти две сотни миниатюрных воинов самых разных эпох. Ну, а еще в эти дни в картинной галерее Ващенко проходят и другие интересные выставочные проекты. Вот, кстати, осталось буквально несколько дней, чтобы успеть увидеть работы известных белорусских художников Роберта и Виктора Ландарских. Выставка называется «Милый напев родного краю» и знакомит посетителей с работами отца и сына Ландарских. Сельские пейзажи, наша природа, лирические сюжеты, деревенская жизнь. В общем, все, чего нам так не хватает городским жителям, особенно сейчас, в декабре, все это можно найти на этой выставке. Во дворце Румянцевых и Паскевичей проходит тоже интересная выставка, юбилейная, такой юбилейный выставочный проект еще одного выдающегося гомельского художника, мастера пейзажа Валентина Покаташкина. «Живу, творю для людей» – слова, которые в полной мере относятся к Валентину Петровичу, замечательному художнику и педагогу. У посетителей этой выставки есть уникальная возможность окунуться в многолетние творческие размышления художника на тему родной белорусской земли. Интересная выставка открылась, такая ретрофотография. Выставка ретрофотографии открылась в эти дни в музее фотографий, печати фотографии города Гомеля, так что тоже по возможности посетите ее. Но не стоит забывать и про музеи в малых городах области. Например, можно съездить в Светлогорск и посетить известную галерею «Традиция», а можно отправиться в Жлобинский район и посетить удивительную усадьбу Белоруссии «Менее Красный берег». Ну, если, дорогие друзья, вы захотите отправиться в ветку в музей старообрячества и народных традиций имени Шклярова, то следующая информация будет как раз-таки для вас полезна. Давайте узнаем, чем порадует в эти выходные ветковский музей его филиал. И вот у нас на связи, мне подсказывает директор музея Петр Цалк. Подскажите, кто у нас сейчас на связи? Так, значит, мне подсказывает, что, скорее всего, у нас на связи участник конкурса, а потом уже ветковский музей. Итак, разыгрываем, напоминаю, керамическое изделие от студии «Изнанка». Вопрос конкурса «Сколько оловянных солдатиков подарили мальчику в сказке Андерсона?» Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, познакомимся. Давайте, как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Анастасия, вы что-нибудь коллекционируете, собираете или только начинаете? Да, собираю открытки. Открытки. Разных городов, да. Разных городов, как интересно. Но, вы знаете, у вас есть возможность начать собственную коллекцию таких керамических предновогодних стульк-скульптур, тем более, что впереди у нас год бычка, так что прямо сейчас можете выиграть первую такую статуэтку. Вот мы ее как раз-таки разыгрываем, я вам еще раз покажу. И попробуйте ответить на вопрос нашего конкурса. А сколько солдатиков было у мальчика в коробке, в сказке про стойкого оловянного солдатика? 25. А, я думала, хоть погадаем немножечко, да, хоть немножечко что-то неправильно ответим. А вы сразу правильно ответили на вопрос нашего конкурса. Вы наш победитель, мы вас поздравляем, спасибо большое. Какие у вас планы на выходные, расскажите. Мелкие хлопоты по дому, а потом день рождения. Вот так вот, весело и интересно. Ну что ж, хорошего вам выходных, спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы строим план на выходные дни, присоединяйтесь к нам. Я пока зачитаю несколько сообщений. Пока мы ждем, вот должен на связи сейчас появиться Петр Циалко. А, он уже у нас на связи есть. Покажите нам, где Петр Михайлович, пожалуйста. О, Петр Михайлович, добрый вечер, да. Мы рады вас видеть и слышать. Расскажите, расскажите, как сейчас в эти дни работает Ветковский музей. Проходят ли у вас выставки, что нового, что интересного. Добрый вечер, Гомель, вас Святая Ветка. И хочется поделиться, конечно, тем, что, ну, сдается все живые, здоровые, бодерые. И самое головное, видать, в музее, чекая своих наведыванников, Працуем мы 7 дн на тыдень. То есть вообще работаете без выходных? Ну, выходные для слабых. Нет, конечно, мы попробовали разгрузить музей. Как все-таки можно, ну, сручный день выбрать, как прийти в музей, погулять. Бо наведывальники у музея Йосины приходят уже не автобусами огроменными, а все-таки парочками, семьями. И это вельми утульный, приемный формат працы музея. Замечательно. Расскажите про выставку, которая стартует, я знаю, в субботу, завтра. Такая выставка, о которой уже говорят в городе. Что это будет? Так, это выстава вытянанок Юлии Каурус, которая народный майстер Беларуси и працуе с вельми цикавым форматом. Кожный из нас хоть раз у жизни выразал, ну, не ведаю, снежинку. На переда дни Нового года, калядов, вось формат и традиция, как раз таки вытянанки, вось гэтых снежинок, которые мы с вами будем выразать, уже худко, а не кто уже у пригожих в окны. Гэта традиция беларусская, показана зараз у филиала Ветковского музея, у нашей творчей майстерни. У субботу отбудется открытие выставы, и одразу после открытия у всех жадающих будет текавая макшимость творить уникальную поштовку своими руками. Ой, слушайте, ну как интересно. Ну, конечно. Мы придем, мы придем к вам обязательно, потому что, да, прям вот такое ощущение Нового года, да еще в наших чудесных традициях. Ну, Ветковский музей всегда нас удивляет. Петр Михайлович, ну еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, онлайн общение со зрителями, вы продолжаете сейчас? У вас был такой уникальный проект, среда, вот сейчас что-то подобное происходит? Учитывая, что не все все-таки могут прийти в музей. Да, мы нашу среду общение зробили первый формат и перевели в YouTube канал, чтобы там больше якости виды, больше макшимость проглядеть и задать пытание. Ближайшим часом мы рахтуем суббольную выставу с Брянским областным музеем, где нам присвечена 400 годзю протокопа Авакума, это вельми важная дата для старообразницкой культуры, и таму на платформе агульной Брянского областного музея и Ветковского музея мы побачиваем уникальные коллекции иконопису прорысов, литя, культовых предметов. И, конечно, вось вельми важный, зараз сейчас святочный, и, как бы не гублять в этих святах, то мы такие онлайн-майстер-классы по традиционных побытовых танцах сбираем, и традиционные колядные песни. Кутка коляды, кутка я упомяну, мы все же будем ходить в гости один до одного и будем активность выучить под кировницей профессионалов, этнологов колядные спевы из Гомельщина. Петр Михайлович, спасибо вам огромное за эту информацию. Действительно, сегодня у нас есть выбор, и мне нравится, что Ветковский музей это одно из тех учреждений культуры, которое дает возможности тем, кто дома выздоравливает, получать вот такую вот культурную информацию, культурно отдыхать. Ну и, конечно же, кто желает, может сходить на выставки. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще раз хочу напомнить, что завтра, в субботу, 5 декабря, в 13.00 Ветковский музей ждет нас всех на открытие выставки «Фантазия у Паперы» и, конечно же, предновогодний мастер-класс. Так что наслаждаемся прекрасным, но соблюдаем масочный режим. Кстати, вот я читаю сообщения наших зрителей в Вайбере. Многие уже ждут с нетерпением гомельчане, когда же в Гомеле откроется сезон катания на коньках. Ну, спешу сообщить, что сегодня в Гомеле открылся универсальный ледовый каток по адресу проспект Реческий, 109. Работает каток в Советском районе каждый день. С 10 утра до 10 вечера. Ну, а на следующей неделе обещают открыть каток на Головацкого. Также в Гомеле, напомню, массовое катание проходит на арене в Ледовом дворце. Ну, вот так вот быстро пробежал час эфира, можно сказать, прямо-таки пронесся. Что пожелаем нашим зрителям накануне выходных? Ну, я бы пожелала обязательно не скучать, заняться творчеством, вспомнить, что же хотелось делать когда-то давно, но как-то в суете дел все забывалось. Так что активизируем. Тем более новогодние праздники скоро полный прекрасный. Можно украсить дом всей семьей. Да, отлично. Спасибо, Борис. Что вы пожелаете нашим зрителям? Главное – здоровье. Я бы даже сказал, чтобы как можно больше людей в этом году все-таки почувствовали вкус мандаринов. Хорошее пожелание, да, дорогие друзья. Так что бережем себя, бережем своих близких. Спасибо большое участникам сегодняшнего эфира за этот действительно добрый такой пятничный вечер. Ну что ж, Гомель, хороших выходных и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова